Ну что же, я приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну а перед началом данного ролика, друзья, кто смотрит впервые, большая просьба обязательно не забывайте подписываться, ну и также поддержать пальцем вверх, если зашло, друзья. Ну что ж, и в конце ролика также будет небольшое объявление, я думаю, будет интересно. Давид Дворжак против Рульяна Пайвы. Ну и давайте начинаем, друзья. Давайте, Давид Дворжак, 22 боя, 19 побед, 8 нокаутом, 4 решением, 7 сабмишином. В 3-х поражениях, 1 нокаутом, 2 решением. В принципе, Давид это довольно-таки универсальный боец. Он неплохо работает и в стойке, да, можно сказать сразу и смело, а кто его проверял, да. Если честно, то то же самое я потом могу сказать из-за Пайву, да, это такие парни оба невысокого калибра, но все же я считаю, что навыки, в принципе, Дворжака, вот, в принципе, да, там оппозиция, но он имеет, в отличие от Пайвы, и хороший удар, и неплохие навыки джиу-джитсу также, тайцы. Ну, абсолютно универсальный боец. Да, уже единожды так же побывал в нокауте, как и Пайва, но Пайва, кстати, его так никто и не пробил в том поединке, да. Пайву, в принципе, вот, он там, я не помню точно в том противостоянии, там, то ли рассечения, в общем, то ли остановка врачом, то есть там никакой, в принципе, нокаут не был, как бы у Пайвы держак отличный. Что касательно тех самого Пайвы, друзья, 22 боя, 19 побед, 4 нокаутом, 13 решением, 2 сабмишином. При двух поражениях, одно вот как раз таки остановкой, там, или как-то это, и одно решение. Ну, давайте отмечать, с кем встречался в последнем поединке Рульян Пайва. А встречался он с Жалгазом Жумагуловым, друзья, где Жалгаз его, ну, как минимум, забрал в том противостоянии 2 раунда. Больше трейдаунов, больше акцентированных ударов, и, в принципе, это одна из самых незаслуженных побед досталось туда Пайве, да. Ровным счетом для победы он забрал, ну, и то, это спорно, но один раунд можно было бы отдать там в копилку Пайвы, но я считаю то, что, ну, блин, я не знаю, как смотрят судьи, как бы, и то, что сливают. У того же Долидзе, Долидзе последний поединок дрался, друзья, меня очень сильно разочарует, потому что я посмотрел акцентированного удара. Да, Долидзе там не оправдал многих ожиданий, но он перебил своего оппонента, он провел ему тейкдаун, как бы, и, в принципе, я считаю, в том противостоянии Долидзе там как раз таки третий отдал раунд своему оппоненту, да, а первые 2 раунда он забрал довольно-таки уверенно. Ну, как уверенно, там тоже, можно сказать, спорно, но, мне кажется, переиграл. Первый раунд уж точно в копилку Долидзе. Ну, вот, неблагосклонно относятся к таким бойцам, как Жумагулов, тот же Долидзе, да, там ищут сразу. Я еще это понял по поединку Долидзе и Аллена, где ему там чудо ветеранам, когда он 3 раунда подряд слил, умудрился кто-то 1-2 раунда отдать из судей. Это вообще был трэш полный. Я тогда и понял, что Долидзе может ждать такая судьба, как и Жалгаза, то, что засудят и делов, да. Вот, главное, чтобы еще такая история не проходила с Шавкатом, да, то, что уверенно по очкам у кого-то будет забирать, да, а вот так возьмут и ограбят. Ну, вообще, теперь отошли от темы, конечно же, да, но Пайва чисто боец, работающий на набор очков, не обладающий, нокаутирующий прям какой-то мощью. Просто удар есть такой, вроде неплохой, но не нокаутирующий уж точно. Он не обладает какими-то серьезными винами, как джиу-джитсу. Просто в основном работает в стойке, как бы, и ищет возможность как бы только перетыкать своего оппонента там, да и все. Здесь, я считаю, хорошая ставка, друзья, хорошая ставка, вроде, ну, как бы неплохая, это полный бой, да, 1,55 коэффициент по проценту. Ну, 60-65, думаю, где-то вот так вот отдал бы. Вот. Не назову это прям каким-то железом. Ну, мне кажется, это самая логичная ставка. Я думаю, что паевый держак хороший, вот. И вторая моя ставка, это будет Давид Дворжак. Я ему отдам преимущество. Мне кажется, действительно, если парень не глупый, у него есть все козыря для победы. Он может и подзалежать, вот, попробовать на канвасе. Он может и в стойке очень неплохо также попробовать перебить паеву, да. И третья ставка, это его победу. Можно присмотреться чисто какие-то вообще рискованные, при рискованной экспрессы и решением судей. Там коэффициент довольно-таки побольше будет, там, по трешечку уже. Ну, это такие рискованные экспрессы. Основная ставка, моя друзья, полный бой, да. Ну, вторая такая, еще чуть каплю больше рискованная. Это победа Дворжака и его решением судей. Ну, это уже такие как-то, как по мне, более рискованные, да. Мне кажется, Давид финиширует вряд ли по его. Вот. Да и по его, тем более, вряд ли финиширует Давида. Вот отсюда такие ставки. И что же теперь касательно, друзья. Представил мне... Прошу прощения, еще не выстрелил, друзья. Представил мне YouTube оповещение по монетизации. Захожу, начинает мне парить мозги то, что... Ему не нравятся мои какие-то смонтированные ролики, допустим, когда я вылаживал Стони Ферриса. Но мне пришлось поудалять эти ролики, да. К сожалению, пришлось их поудалять. Но YouTube просто борзеет. Он не одобряет мне монетизацию. Я смотрю, все условия выполнены. Часы есть. Уже до хренища часов, там, десятки раз больше, чем нужно часов просмотренных видео. Подписчики тоже гораздо больше есть, нежели тысяча. И все равно делают мозги гад. Вот не хочет одобрять и все это монетизацию. И следующую заявку, он же говорит, мне можно подать ровно через месяц. Достало это, конечно, все этот YouTube долбан и все остальное. И вот, кстати, еще объявление. Я не знаю почему, но по предыдущим роликам кто-то решил, что я серьезно проигрался. И такие пошли какие-то мнения странные, если честно, и непонятные. То, что я, наверное, на Чедлера садил хорошие деньги и проигрался. Ну, я же думаю, я в предыдущем ролике объяснил картину, как она была на самом деле. Вот, чего пошли такие мнения, что я, извините, меня там проигрался, взял. Ну, я не понимаю такие мнения. Если я проигрываю, я говорю честно, друзья, я проигрываю. Но я не лезу никогда большими суммами ставят. Так что я не понимаю, друзья. Я же говорю то, что я заболел. Деньги уходили на лекарства и продолжают уходить. Почему решили, что я проигрался, ну, мне как-то непонятно, если честно. Вот, тем более то, что, ну, действительно, у меня состояние оставляет желать лучшего даже сейчас. Вот, поэтому как-то, ну, для меня это странновато. Ну, что ж, ладно, я думаю, умные люди для себя выводы сделают. И все, давайте продолжать дальше. Полный карт, наверное, вряд ли уже успею. Ну, еще поединка за сегодня 3-4, думаю, вполне можно. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok